Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района постоянно ведет работу с неплательщиками за предоставление коммунальных услуг. Отсутствие платежей ведет к накоплению долгов, что затрудняет расчеты с ресурсоснабжающими организациями. О новом методе борьбы со злостными неплательщиками мы и хотим вам рассказать. Слово нашему корреспонденту. Согласно ЖК РФ, граждане обязаны своевременно и полностью платить за коммунальные услуги. В нашем городе таких людей большинство. Я не имею права не платить. Я должна платить и обязана платить за квартиру. Как же? Я же живу. У меня дети живут, внуки живут. Я получаю пенсию 15-го и жду, собираю эти все бумажки, счета в смысле, и плачу, чтобы мне быть в долгу. Но, к сожалению, некоторые люди относятся легкомысленно к накоплению долгов по жилищно-коммунальным услугам. К примеру, в доме номер 39 по проспекту Ленинского комсомола таких жильцов накопилось 24, которые более трех месяцев не оплачивали счета. За 30 дней должникам было вручено подроспись, уведомление, в каждую квартиру разнесено. По прошествии 30 дней мы провели итоговую работу. Выяснилось, что из 24 должников, 6 должников заключили соглашение о рассрочке платежа, 7 должников заплатили полностью сумму задолженности. Таким образом, на сегодняшний день, 20 августа 2014 года, мы имеем по дому 11 должников. Управляющая компания вправе приостановить коммунальную услугу за исключением отопления и холодной воды. Предпринимаются и другие меры борьбы со злостными неплательщиками. Так, 20 августа к тем самым 11 задолжникам, жильцам 39-го дома по проспекту Ленинского комсомола, предпринята еще одна мера. Без проникновения в их квартиры специалистами были установлены заглушки в канализационные трубы. То есть в этих квартирах будет отсутствовать слив, что повлечет за собой затопление жилого помещения. Отсутствие слива в квартире грозит тому, что эта вода будет выливаться из раковины, из унитаза и, соответственно, затопит соседей, которые находятся снизу. Причиненный ущерб гражданину, живущему этажом ниже, должен будет возместить человек, из-за которого и произошла протечка. Но при этом получается неувязочка. Почему добросовестный человек, который вовремя оплачивает счета, должен страдать? Ведь добиться денег на возмещение ущерба, нанесенного протечкой у злостного неплательщика, будет практически невозможно. Да и хождение по инстанциям с доказательствами своей правоты законопослушному жителю не нужны.